Доброе утро! Говорим мы вам, мудренние телезрители. Пришло время, наверное, поговорить о серьезных темах. Уже несколько дней все новостные блоки всех телеканалов волнуют одни и те же темы. В первую очередь это новость об уходе в отставку Дарина Драгуцану, а также о прибытии миссии МВФ. Мы решили сделать вот что. Опросить обычных прохожих. Что они думают на эти темы, на эти вопросы? Давайте послушаем, а потом у нас будет экспертное мнение. Вы знаете, это очень сложно ответить на этот вопрос. Сложно. Почему? Потому что просто непонятные действия со стороны Драгуцану. Накануне визита делегации МВФ. Это действительно неважно даже, кто во главе государства. Но это удар, конечно, по Молдове. Я думаю, что он правильно сделал. Ему давно надо было уйти и вообще всем давненько туда надо было уйти. Мне до слез было обидно, когда он пришел и поменял старого главу нашего банка. И надеюсь, что он вернется еще. Ну, дело в том, что МВФ уже заявил о том, что они используют сейчас пребывание только лишь для мониторинга ситуации в банковско-финансовой сфере. И все. И не более того. А это, конечно, грозит Молдове очень серьезными потерями. Потому что без финансовых вливаний, без этих инъекций, ну, экономическая ситуация настолько, настолько трагичная в Молдове, что трудно предсказать вообще результат. Этой отставкой он, по-моему, непродуманной или кем-то продуманной поставил под угрозу вообще-то и общественную политическую ситуацию, и экономическую, и финансовую. И очень сложно, очень сложно теперь говорить о последствиях. Честно, я как бы мало, значит, этого знаю. И поэтому пока я ничего сказать не могу. Думаю, что не дадут пока ничего. Ну что ж, дорогие друзья, вот что думают об этой ситуации наши телезрители, а то, что думает об этой ситуации наш эксперт, мы узнаем прямо сейчас. У нас сегодня в гостях доктор экономических наук, председатель экономического экспертного совета Клуба молодых бизнесменов Денис Симов. Денис, доброе утро, добро пожаловать. Вот я хотел бы отметить, что с момента того, как пришел первый раз Денис в гости, мы разобрали большое количество экономических вопросов. С тех пор вопросов стало еще больше, как не печально, или, может быть, к радости. Нет, все-таки печально, потому что хотелось бы, чтобы эти вопросы были поможенно меньше, и наша экономическая ситуация была стабильнее. Давайте к конкретике. Вот начнем, собственно, с того, о чем мы опрашивали прохожих. Уход в отставку Дарина Драгуцану и его заместителя Марина Малашак. На ваш взгляд, это чем чревато, насколько чревато? Для? Для начала, вообще для страны. Ну, насколько уже успели заметить, граждане господин Драгуцан не был самостоятельным в своих решениях, принимаемых. Соответственно, если ушел человек, который не являлся, как говорят, decision-maker, не принимал решения по политике Национального банка, то, в принципе, его уход, как факт, особо для игроков рынка, для банков и для экономических агентов не значит ничего. Ну, скажем так. И не хорошо, и не плохо. То есть, когда уходит человек, принимающий решения, да, который держит ситуацию под контролем, имеет авторитет в банковской сфере, вот, контролирует ситуацию, тогда да, это влияет на что-то. И, собственно говоря, оценку деятельности и уходу дал молдавский лей, который вместо того, чтобы ославнуть, он укрепился, насколько я помню, на 30-40 бань. Вы хотите сказать, что вот разглагольствование журналистов о том, что вот такая дестабилизация ситуации приведет, там, к проблемам в бизнесе и так далее, ничего это под собой не имеет никакой основы. Вы понимаете, недестабилизация ситуации, как бы его уход господина Драгуцану и его заместителя, это, как, политический маневр, да, ну, чтобы не слушать нотации Международного валютного фонда и отсрочить введение тех жестких мер, которые будут требовать функционеры Международного валютного фонда для того, чтобы утвердить меморандум и начать финансирование. То есть это оттягивает, по крайней мере, на три месяца, пока будет назначен новый губернатор, скажем, вот эту вот процедуру. Для чего? Ну, возможно, не решены какие-то вопросы, которые надо решить, а потом уже приглашать Международный валютный фонд. То есть просто дело в стратегическом ходе? Скажем, да, это просто ход такой, ну, судя по тому, что дождались, пока ребята сядут в самолет и взлетят, и после этого пишется заявление, ну, тут как бы так, немножко расчет виден четкий. Получается, ну, в то же самое время бизнесмены, да, и для обычных людей, которые, может быть, не ведут никакого бизнеса, особо они не почувствуют этих изменений, да? Так, я уже сказал, ничего не изменилось. Вот. Как принимались решения в Нацбанке, так и они и будут приниматься. Он же исполняет обязанности. Он просто, скажем так, эта отставка лишила его возможности вести переговоры, быть стороной переговоров с Международным валютным фондом. То есть это как бы... Что касается миссии Международного валютного фонда, уже прибыли в Молдову, как вы сказали, что заявление было по строку, уже сели в самолет. И, конечно, в СМИ появились слухи, что никаких переговоров уже не будет. То есть действительно, да? Все верно, да. Так как по правилам Международного валютного фонда, по регламенту, должен быть действующий глава Национального банка или его заместитель, но так как ушли оба почему-то, вот так вот случилось, такое вот совпадение в Молдове, то, соответственно, разговаривать не с кем. Договариваться не с кем, и они проводят так называемый мониторинговый визит. Просто общаются, как, что, какие планы, вот как. Вот так договариваться не с кем на данный момент Международному валютному фонду в плане Национального банка. А это, ну, скажем, основной переговорщик, потому что он влияет на многие процессы, которые требуются для того, чтобы выполнять требования Международного валютного фонда. То есть их прибытие, получается, не сдвинет, то есть ситуацию ни в одну, ни в другую сторону. Ну, как говорится, не отменять же командировку, собственно говоря, уже командировочные полученные, очень серьезные вопросы принято не будет. Да, никаких решений принято не будет. Хотелось бы еще, наверное, отметить, вы сказали чуть в начале вашей беседы, то, что на Ли это никак не отразилось, на то же самое время. Это, наверное, тема, которая больше всего волнует наших граждан. Будет ли как-либо, может, в будущем Ли падать, либо, возможно, это как-то отразится на его курсе? Потому что, да, он сейчас более или менее стабильный, но не поддерживается ли эта стабильность искусственно? Вопрос вообще в чем? Если смотреть на цифры, которые предоставляет, в том числе, Национальный банк, то предложение валюты и в июле, и в августе превышало спрос экономических агентов и населения. Превышало. Теоретически, курс валют должен был, соотношение евро к доллару, ой, евро к доллару, лея к евро и лея к доллару должен был снизиться в пользу лея. То есть лей должен был укрепиться. Мы наблюдали слегка обратное. Это, конечно, можно объяснять кое-какими политическими ситуациями, маневрами, но неважно, валюта в стране есть. И это напоминает ситуацию февраля-марта этого года, когда, ну, предположим, да, что по возможному сговору банков, обменных валютных касс и так далее, вот скатались ребята на этом паровозике до 25 и обратно. И при этом в банке зафиксировали чистую прибыль, насколько я помню, не менее 300 миллионов лей за очень короткий период. Очень понравилось. Паровозик стал золотым, грубо говоря. Хочется сделать это еще раз. Люди, конечно, уже понимают многие это. Бизнесмены это понимают. И, скажем, не впадают в панику так, как это было в феврале. Но ребятам очень хочется скататься еще раз вот туда-обратно. Ну, очень понравилось. Потому что, насколько я беседую с коллегами по бизнесу и читаю статистику, да, в среднем реализация в штуках, мы не говорим в деньгах, потому что курс повысился, снизился на 30-35%. В разных секторах по-разному, но банковский сектор вырос на 45%. То есть, ребята, все снизились на 35%, а банковский сектор вырос на 45% в прибыли. То есть, понятно, кому эта ситуация на руку, кто на ней зарабатывает и так далее. Почему это происходит? Вот ответ в начале нашей передачи. Потому что отсутствует контроль со стороны Национального банка, отсутствуют меры, которые должны эту ситуацию остановить, и улучшить, и исключить в будущем. Ну, то есть, ваша рекомендация не поддаваться на эти провокации, да? Абсолютно. То есть, если это будет происходить? Никаких на данный момент, вот сентябрь месяц, предложения валюты. Данные еще не опубликованы Национального банка. Но я думаю, что если два месяца подряд было превышение предложения нацпроса, то валюты было больше, чем нужно экономике. Национальный банк принял ряд решений, поднял ставку рефинансирования до 19,5%. То есть, он замедлил экономику. Кредиты брать дорого, бизнесмены не развиваются, нет инвестиционных проектов, нет развития. Соответственно, курс поднялся, люди в деньгах стали беднее, в леях. Меньше покупают, у бизнесменов меньше покупают, они меньше закупают за границей. То есть, меньше спрос на валюту. Экономика остывает. Соответственно, спрос на валюту падает. Да, валюты стало меньше, правильно. Меньше перечисляют трудовые иммигранты, меньше валютная выручка экспортеров. Но и спрос на валюту тоже падает. А вот эти все скачки туда-сюда, плюс, ну, позволю себе сказать, абсолютно немыслимые заявления одного из главных функционеров, властных, о том, что лей может стоить доллар 40 лей, буквально, чем здесь еще. Я когда услышал, я вообще не понял, что происходит, как человек, занимающий такой пост, может себе позволить, вот это же одно слово, может дестабилизировать ситуацию. Не то, что оно дестабилизирует де-факто, а то, что ребята, которые хотят скататься на этом паровозе, еще раз спрос скажут, о-о-о, так это же повод, заводите, вот. Самое страшное, конечно, в этом то, что вы, человек, который находится внутри, понимает всю ситуацию, но больше 90, даже не знаю, скольких процентов, абсолютно не понимает, что происходит. Может быть, сегодня удастся дать им какие-то советы, это будет чуть позже. Сейчас мы прерываемся на небольшую паузу. Итак, друзья, мы выяснили, чтобы не стать жертвами мошенников, в первую очередь надо разбираться в тех темах, которые вам предлагают, и в той ситуации экономической, которая сложилась в нашей стране. Чтобы это было легче сделать, мы с ним пригласили нам в гости эксперта. Это доктор экономических наук, председатель экономического экспертного совета Клуба молодых бизнесменов Денис Симов. Еще раз доброе утро, мы продолжаем задать вам вопросы, ну, а вы, конечно же, отвечайте на все наши темы. Действительно, продолжим. Мы уже не раз говорим все время о Нацбанке. Вот, смотрите, было такое заявление Дарина Драгуца, но он назвал ситуацию, в которой находится Нацбанк, сложной, но, цитирую, но он считает, что с функциональной точки зрения учреждение стабильно и обладает достаточными механизмами, чтобы держать ситуацию под контролем. По-вашему, это действительно реальная ситуация, вот то, как она описана, или все-таки несколько иначе обстоят дела? Ну, хорошо, что господин Драгуцанов вспомнил, что есть рычаги, что есть, так сказать, полномочия Национального банка после ухода. Я думаю, что структура создана не господина Драгуцановского, создана задолго до него, работает исправно, работает, скажем так, может работать эффективно. Надо просто принять определенные решения, чтобы, конкретно, что касается, что беспокоит, скажем, и бизнес, беспокоит население, это нестабильность курса национальной валюты, да. Вот, есть несколько решений, которые, ну, они технически вряд ли не будут интересны зрителю, но из таких, которые более-менее понятны, вот, скажем, не менее, там, 7 лет назад, по-моему, да, была директива, когда курс между покупкой и продажей не превышал 3%. Нельзя было, чтобы курс превышал 3%. И это сдерживало, скажем, обмены валютной кассы и банки от того, чтобы в угоду своей прибыли и неуемного желания зарабатывать, сильно задирать или сильно опускать курс на скупку. То, что сегодня, в принципе, делается практически ежедневно. Тихо, спокойно это отменили, то есть атрофировали, вот, за это время атрофировали функции многие национального банка, а, в принципе, если их возродить и вернуть определенные нормы, то национальный банк абсолютно контролирует банковскую сферу, а это источник, скажем, ну, не скажу, источник нестабильности, но вот желание зарабатывать здесь сейчас и много провоцирует вот эти ситуации, которые не являются ответственными по отношению ни к гражданам, ни к бизнесу. Это не очень беспокоит тех, кто зарабатывает эти деньги здесь и сейчас. Ну, к сожалению, социальной ответственности нет, а Нацбанк не мотивирует банковскую сферу к тому, чтобы они были ответственны. Нужен руководитель опытный, авторитетный, который вернет рычаги, который будет их использовать, и тогда маневр для спекулянтов будет значительно сужен, и это, я думаю, окажет благотворное действие на стабильность Лея Молдавского. Касаемая еще ситуация, которая сейчас происходит и в столице, и во всей республике, это протесты. Как они влияют на экономическую ситуацию в нашей стране? Влияют ли? Влияют ли они вообще? Сами протесты на экономику не влияют. Они, это как, это призыв к власти, у них есть определенные требования у протестующих. Другое дело, опять же, вернемся к тому, что это может быть использовано определенными структурными, финансовыми группами, которым принадлежат банки, крупные обменные валютные кассы, как повод для того, чтобы раскачать, подбросить еще информации в СМИ, нужные статьи, нужная истерика и так далее, опять наводят панику среди людей, среди бизнеса, к сожалению. Некоторые просто в состоянии неопределенности находятся, и нет маркеров, по которым можно было ориентироваться, что ситуация будет определенной. Вот, к примеру, сейчас Национальный банк возглавит тот человек, который много ждут, не знаю, надо это ему или нет, он самостоятельно решит. Это будет хорошим, скажем так, сигналом и бизнесу, и банковской сфере, чтобы немножко поумерить свои аппетиты, немножко вести себя корректно на валютном рынке. И это все влияет на стабильность лейб, потому что технически, математически, то есть валюты на данный момент достаточно. То есть экономических и факторов, и финансовых к тому, чтобы Лей сейчас сильно колебался, на данный момент нет. Хорошо. Такая косвенная связь, значит, все-таки просматривается. Использоваться может все, что угодно, в том числе и это. Но это, опять же, это будет использоваться, это будет нагнетаться. Пообещала телезрителям, что, может быть, они услышат какие-то советы для себя лично. Вот я понимаю, что обычный человек, ну так возьмем, да, в кавычки, то есть понятно, что все зрители разные, разные уровни подготовленности, осведомленности, но все же все слышат вот эти термины, новости, зачастую какие-то кричащие, кажется, что все рушится. Вот как себя вести человеку вот в этой нестабильной ситуации? Может быть, какие действия предпринимать, какие не предпринимать? Ну, в общем, что-то, что вы можете порекомендовать? Ну, не поддаваться, по крайней мере, каким-то паническим настроениям, не разбираясь в тенденциях валютного рынка по году, по трехлетний период, по квартально. Не надо пытаться на фоне общей паники и прочитанной статьи в газете бежать, менять лей на валюту какую-то или обратно, пытаться еще хуже заработать на этом. Что делали в зимой, январь, февраль. Многие, да, обладатели каких-то более-менее солидных сумм пытались еще и заработать на этом. В итоге не совсем заработали. Это что касается физических лиц. Бизнесмены, вы знаете, им надо просто пожать руку, что они еще ведут бизнес в Молдове. Я думаю, что они опытные, уже, так сказать, молодые люди и не очень, и дамы. Но посоветовать что? Ну, тоже не поддаваться на эти провокации. Все-таки нужно покупать валюту для закупки. Импортная или для погашения какой-то. Значит, надо ее покупать тогда, когда она нужна. Впрок пытаться это делать. Все свои лейвые сбережения конвертировать в валюту и так далее. Вы, опять же, нагнетаете обстановку, создаете спекулятивный спрос. Он неадекватный спрос. Ну, вот, набрали валюту и сидите на ней. Не можете работать. Работайте вы молодой, вам нужны леи. А гражданам тоже сберегать в той валюте, в которой вы будете тратить эти деньги. Если вы планируете тратить в леях, не надо сберегать в долларах, потом менять обратно. Это лотерея, это казино. Как бы никогда не угадайте. А сберегать на данный момент в банке или все-таки под матрасом сейчас надежнее? Не опасно ли банк? Ну, банки сейчас предлагают привлекательные достаточно, из-за того, что Национальный банк поднял ставку, предлагают достаточно привлекательные депозиты. Но 3-6 месяцев я бы, может, даже рекомендовал воспользоваться, но не более. То есть ситуация более-менее прогнозируемая. То есть на этот промежуток времени. На ближайшие полгода, вот, да, будем читать бюджет, проект бюджета, что там будет написано, какие доходы, какие расходы, какой дефицит. Вот, конечно, эта информация очень нужна, на данный момент ее нет. Но, в принципе, можно воспользоваться, чтобы, по крайней мере, потери уменьшить от того, чтобы от владения национальной валютой. Вот, но сберегать в том, в чем вы будете тратить. Денис, огромное вам спасибо, что пришли нам сегодня этого утра в гости, рассказали, обрисовали, по крайней мере, объяснили непонятные некоторые моменты в экономике нашей страны. Мы хотим подарить вам баночку кофе для того, чтобы вы просыпались по утрам, были в бодром настроении, хорошо запоминали все цифры. Спасибо. Мы движемся далее. Кстати, серьезные темы у нас продолжаются. На этот раз все озвучит Ангелина Вербанова.